Новосибирцы требуют сохранить каток «Горячий лёд». Свои подписи под петицией поставили несколько сотен человек. Это площадка у Зайльцовского парка. Недавно появилась информация о том, что мэрия планирует сделать на этом месте парковку. В ситуации разбиралась Мария Черешнева. Вечером буднего дня здесь немного людей, а в выходные, особенно если хорошая погода, на катке бывает до тысячи человек. Зимой площадку на въезде в Зайльцовский парк заливают и подсвечивают. Летом ставят детский бассейн, а оставшуюся землю отдают под бесплатную автостоянку. Но после Нового года появилась информация, что земельный комитет мэрии Новосибирска отказывает в продлении договора аренды под размещение спортивной площадки. Здесь хотят обустроить большую парковку. Любители активного отдыха возмущены. Что тут будет ставить машину? Кроме каток никто не приезжает. Без катка, без лыж, без парка. Зачем нужна стоянка? Для чего? Здесь нет никаких домов, вообще не понимаю. Я очень против. Интернет-петицию к мэру с требованием оставить каток в покое подписало 650 человек. Александра Кузнецова была одной из первых. Она живет в высотке на окраине парка и сюда приходит несколько раз в неделю. С утра до вечера на новогодних каникулах мы проводили здесь время с семьями, с детьми. Замечательное кафе, замечательные люди. И хотелось бы, чтобы это осталось здесь навсегда. В администрации катка говорят, готовы на любой компромисс, лишь бы сохранить площадку. У нас бесплатная автостоянка уже 6 лет там. Мы не берем за это деньги. Обслуживаем, охраняем, освещаем. Люди приезжают бесплатно. Нигде нет такого. Ни в локомотиве, нигде. Все берут деньги. Ну и в конечном итоге, если парку нужна стоянка, пожалуйста, берите, пользуйтесь. Даже деньги берите. Ну а каток, он для всех нужен. Мы же сибиряки, боремся до конца, до самого последнего вздоха. Поэтому еще нам остается. Только бороться. Между тем, еще прошлой зимой прокуратура Зайльцовского района через суд требовала закрытия катка. Проверка выявила ряд нарушений. Те недобросовестные арендаторы, которые не платят налоги, которые нарушают наши нормы, в том числе городские нормы, по аренде, по уплате арендной заработной платы, ну, мне кажется, они не должны участвовать в деятельности. В том числе предпринимательская деятельность. Поэтому мы действуем строго в рамках закона. Руководство Зайльцовского парка поясняет, эта земля муниципальная. Не исключено, что однажды ее передадут парку, но никаких конкретных сроков нет. Тот дом, где сейчас находится пункт проката и функционирует горячий лед, ему еще в прошлом году, в 2015 году было вынесено решение прекращения деятельности, потому что там просто домовладение. Никогда у парка не было в планах устроить там парковку. Откуда взялась такая информация? Зачем ее запустили? В мэрии обещают, каток в любом случае здесь заливать будут, а летом там организуют не парковку, а площадку экстремальных видов спорта. Но кто придет на место неугодных мэрии коммерсантов, пока неизвестно. Мария Черешнева, Максим Федосеев, Константин Стримаусов. Новости здесь, Новосибирск.